Уважаемые коллеги, я еще до приветствия и представления Розы Алексеевны думала, что единственная фраза, которую мне хочется сказать вначале, называется «Я боюсь». Когда тебе на старте делают столько комплиментов, «Я боюсь» становится гораздо более серьезным. Но, тем не менее, мое бесконечное уважение к форуму, ко всем собравшимся, вообще к этому событию, к которому вся страна начинает готовиться, задолго размышляя о том, что она будет представлять в Казани на этом одном из ключевых событий в педагогическом сообществе страны, какие идеи она будет озвучивать. Я решилась ответить на вопрос, как видится высшее педагогическое образование в контексте образовательной политики стран БРИКС. И скажу честно, что материалы этого доклада выстроены на обзоре приблизительно 100 статей, опубликованных нашими коллегами в разных странах, в странах-участниках сегодняшнего форума. Это ученые, которые размышляют именно об образовательной политике. Скажу честно, я буду больше задавать вопросов, чем давать ответы. Я начну с того, что у нас есть две достаточно важные опоры, которые позволяют нам дальше размышлять. У нас есть совершенно четко определенные национальные цели развития, которые достаточно созвучны в самых разных странах. И я хочу еще раз подчеркнуть несколько важных слов, потому что, как говорят классики, если знаешь зачем, если знаешь, какое ценностное основание в твоей работе, тебе гораздо проще самостоятельно находить решение. Это благополучие людей, это самореализация человека и развитие талантов, это комфортная и безопасная среда. Это не мертвые слова. Я не могу не процитировать одну из учительниц, которая недавно нам рассказывала, как она участвует в педагогическом проекте. Она говорит, знаете, мы целый первый год перестраивали свою образовательную следу в классе и в школе. А на второй год заметили, что она начинает перестраивать нас. И вот это, наверное, тот сегодня вызов, который мы испытываем, и от которого мы всерьез размышляем. Это неформальные слова про достойный эффективный труд и успешное предпринимательство. Совсем недавно в Калининграде мы говорили, что для нас очень важно вернуть в представлении человека о счастье представление о том, что у тебя есть работа, у тебя есть труд. Ты нужен людям. И вот эта востребованность меня в обществе является очень важной характеристикой человеческого счастья и благополучия. Это, конечно, цифровая трансформация и технологическая независимость. И это еще и региональное развитие. Великие и большие страны развиваются прежде всего за счет того, что каждая точка в пространстве, каждая единица большой страны ощущает себя самостоятельно ответственной за благополучие частью большого мира. Я не могу не назвать еще одну опору. И сейчас я в большей степени обращаюсь к своим российским коллегам. Вы узнали ядро педагогического образования, которое нами всеми принято. Мы понимаем, что человек, получающий высшее педагогическое образование, должен быть в первую очередь хорошо разбираться в жизни общества и обладать хорошей гуманитарной культурой. Он должен уметь общаться, в том числе и в цифровом мире. Наиболее значимая история возникает вокруг здоровья сберегающего модуля, а на самом деле объединяющего его единое целое физиологию, безопасность жизнедеятельности, представление о здоровье, в том числе и психическом. Спасибо Юрию Петровичу Зинченко, который нам все время его желает. Я не буду дальше раскрывать это содержание. Вы видите эту историю, где есть и модуль воспитательной деятельности, понимаемый нами как ценностно-смысловое ядро. Потому что что такое воспитание? Это понимание общих ценностей, принятие их на своем уровне и обретение опыта жизнедеятельности на основе этих ценностей. Вам знакома эта конструкция и, честно говоря, дальше вести дискуссию и говорить о том, что это инновация не стоит. Это то, что мы понимаем. Но с этого момента я хотела бы войти в территорию сомнений и вопросов. Дело все в том, что любой стандарт и стандарт педагогического образования это предмет договоренности. Договоренности между человеком, обществом и государством. Договоренности, в котором все участники друг другу доверяют. Договоренности, в которой все этот договор выполняют осознанно на основании этого доверия. Но не просто договоренности, а реализуемой договоренности. Самое худшее, когда все клянутся в том, что они что-то делают, и каждый делает то, что он на самом деле считает нужным делать лично для себя. Поэтому я позволю себе перейти на территорию вопросов. И первый мой вопрос. Вот вы знаете, время такое стремительное. Я сегодня дважды буду об этом говорить. Что я точно не успела добавить один кадр. А приветствующий нас представитель Российской Академии Наук мне сразу подсказало еще одно противоречие, которого в этой презентации нет. Я с него и начну. Мы привыкли говорить, что непрерывное педагогическое образование, благо, а так ли это? Я не знаю, какая была первая мечта ваша, но когда я была в детском саду, я хотела быть прачкой. Если исходить из идеи непрерывности, то сегодня, наверное, у меня должен быть свой банно-прачечный комбинат. Но я, собственно, с детского сада до сегодняшнего дня очень много поменяла траекторию. Хотя и время было гораздо более медленным, чем то, в котором живут наши сегодняшние дети. Мы абсолютно уверены в этой своей идее непрерывности. Она великая идея и очень хорошо срабатывала в медленные и спокойные времена. Может быть, сегодня мы живем как-то иначе. Может быть, линейное непрерывное поступательное движение уступает прыжкам, сменам, возможности возврата, возможности боковых ходов. Мой второй вопрос связан с ответом на вопрос, как развивать таланты. Мы очень долго, коллеги, с вами делали ставку на великий рыночный механизм и на великое слово конкуренция. Талант пробьется, талант должен конкурировать. Победители – это те, кого мы должны чествовать и поощрять. Да, не всяких сомнений. Мы убеждены, что это гарантирует каждому ребенку, а каждая семья мечтает о счастье, благополучии и развитии каждого ребенка, а не только самых сильных. Мы убеждены, что конкуренция нам действительно помогает раскрывать таланты большинства. Может быть, это не тот механизм, который действительно порождает развитие качества. Может быть, нам пора перестать так активно конкурировать за высокие результаты и высокие оценки в самых разных национальных экзаменах. Отказаться от селективного обучения в пользу концепции образования для всех. Может быть, нам еще раз вернуться к идее, которая называется «Мы гарантируем человеку там, где он родился, высокое качество образования вне зависимости от каких-то уникальных абсолютно возможностей». Может быть, мы сегодня, понимая, что двигателем современного общества является не только рынок и государство, но еще и само общество. Сама способность управлять общественной жизнью чуть-чуть сделали избыточный акцент на индивидуальность и забыли про то, что мы должны порождать школы сотрудничества, совместные образовательные деятельности, а не только академической конкуренции. Я на этом слайде хочу еще раз остановиться и сказать, что это не только мои мысли. Это еще раз обзор тех исследований, которые делают наши коллеги в области образовательной политики и которые сами они воспринимают как достаточно острые высказывания. Есть еще один тезис, где, наверное, нам будет даже проще размышлять о ситуации. Последние годы во многих странах школа развивалась по линии интенсификации нагрузок, увеличения объемов, расширения объемов содержания и, видимо, дошла уже до тупика. Тупика, в котором результат достигается не усилиями самой школы, а дополнительными усилиями мощной команды репетиторов, дополнительных образовательных услуг, огромных вложений семьи. Может быть, нам все-таки целесообразно думать о том, что современная школа должна идти не по пути интенсификации, не по пути перегрузок, не по пути увеличения домашней работы, компенсирующей выбор неэффективных технологий в школе, а серьезного переосмысления технологических решений, которые будет принимать школа и выбирать более эффективные ресурсы для достижения образовательных целей. Мне очень нравится одна из статей наших китайских коллег, где замечательный директор одной из школ написала, нам бы хотелось видеть наших детей жизнерадостными, уверенными в себе, оптимистичными, здоровыми. Образование личности важнее. Образование – это воспитание личности, и оно важнее не только академические результаты, а вот этот набор, набор, который называется «Уверен, благополучен, оптимистично смотрю в будущее». Я думаю, что большинство из нас присоединилось бы к этому, к этому пожеланию, потому что, правда, хочется быть счастливым не только в далеком будущем, но и здесь, и сейчас, вместе со своими детьми. И в этом плане мы понимаем, что нам очень важно выстроить современную школу как пространство, которое развивает общее и личностный потенциал, где личностное развитие может повлиять на изменения самой школы. Мы, наконец, понимаем, какие мы разные. И это разнообразие не есть тормоз развития, а есть стимул нашего развития. Это еще один вызов, который нам предстоит переосмыслить. Есть еще одна история. Для многих из нас в политических решениях она является сегодня узловой. Единообразие – это жесткая дисциплина, или мы делаем ставку на самостоятельность и творчество, самостоятельное, уверенное понимание целей и своей роли в общественной и государственной жизни. Понятно, что для меня кажется прогрессивным именно вторая тенденция. Я убеждена, что разные дети и разные учителя имеют право на определение своего пути. И поэтому тенденция к мотивации самостоятельного развития учителя и административного персонала, мне кажется, гораздо важнее, чем дальнейшая интенсификация жесткого контроля и нарастание административных измерений. Настоящая мотивация к профессиональной деятельности возможна только через интерес к тому, что делается, а не через наказание. Развитие внутренней мотивации и управленцев, и учителей является более эффективным механизмом развития во всех отраслях экономики и было бы странно считать педагогическую отрасль отличной от других видов деятельности человеческой. Мы при этом отлично понимаем, что время меняется очень быстро. И важнейшим является вот эта вот способность постоянно переучиваться, постоянно менять свои компетенции, наращивая все новое. Я почему-то вспомнила стихи моего соотечественника, коллеги, где он восклицает, «Господи, останови мгновение, не для кайфа, дух перевести». Вот мне иногда кажется, что люди сегодня спрашивают не как менять мир, а как слегка притормозить его скорость изменения. Просто мы уже не успеваем, когда ты не успеваешь, ты чувствуешь себя беспомощным. И, конечно, ставка на науку вне всяких сомнений, но для нас ведь очень важно быть бесконечно честными. Потому что, когда наука ошибается, это нормально, это естественно для любого процесса. И когда наука врет, это катастрофично для общества, государства и отрасли. Для нас очень важно, чтобы программы, которые направлены на развитие учителей, были предельно честными, предельно доказуемы, предельно искренними. Потеряем доверие здесь, породим формальную историю, когда учитель повышает квалификацию для того, чтобы получить аттестационную галочку, а не для того, чтобы найти смыслы. Ну и, конечно, нам очень важно удержать талантливых учителей в нашей отрасли. Просто потому, что мы сейчас конкурируем с другой отраслью. Наши учителя массово уходят в сферу обучения искусственного интеллекта. Там они востребованы, там они достигают гигантских результатов. И я к этой теме еще раз вернусь. Но я снова хочу подчеркнуть, что в повестке дня общей образовательной политики отказ от школы сегрегации, отказ от школы с конкурсными наборами как приоритетной, перспективной линии развития образования, доступное образование для всех. Для нас очень сложно дается инклюзивное образование, мы это прекрасно понимаем. Но это не повод опускать руки, это повод продолжать искать решения. Для нас очень сложно учить вместе детей из разных слоев населения. Но это не повод сегрегировать их по соответствующим школам. Это направление, которым нам надо решать. Нам надо действительно развивать не элитарные школы, а школы рядом с домом, гарантирующие качество. Я еще две идеи хотела бы назвать. Уважаемые коллеги, наверное, действительно настал момент для того, чтобы нам всерьез думать о корректировке стандарта. Стандарт высшего педагогического образования принят очень-очень давно. Нам еще не 10 лет, но скоро уже будет. Уже мы перевалили через какие-то ключевые рубежи, и, собственно говоря, нам действительно надо размышлять о будущем. Мы убеждены, что завтрашний день педагогической подготовки будет также предметно-насыщенным, модульно-предметно-насыщенным. А может быть, нам надо делать ставки, и я снова цитирую наших коллег, на развитие критического мышления и творческих навыков, на сдвиг с простого запоминания, на развитие умения анализировать информацию, решать проблемы и творческие мысли. Да, я, естественно, должна говорить, что мы живем в эру искусственного интеллекта, которая заставит нас процентов на 50 пересмотреть методы нашей образовательной деятельности, просто потому, что большая часть из них уходит в прошлое, потому что у человека появляется расширенная личность, и у него появляется его собственный искусственный интеллект. И он многие задачи решает не сам, а с помощью своего искусственного интеллекта. Да, нам принципиально важно сегодня ключевым образом пересматривать образовательные технологии, воспринимая слово технологии не как просто существительное, а как смыслообразующую эту историю. И, наверное, новый стандарт в гораздо большей степени будет опираться на то, что мы называем универсальные компетенции, на то, что называется технологическая грамотность и оснащенность, на то, что называется ценностно-смысловое единство. И к этому ценностно-смысловому единству мне, естественно, хочется вернуться. Да, мне кажется, что в наших странах идет сегодня поиск пути подготовки педагогических кадров. В основании этого поиска слова очень простые и ясные, понимаемые на разных языках. Это слово справедливость, это право на радость познания, счастье труда, на общее благо, уважение к человеческому достоинству, возвращение великого смысла этих слов, признание ценности, разнообразия мира и человечества, защищенность человека в этом стремительно меняющемся мире, ответственность за свое и общее благополучие, агентность, понимаемая как наша способность у всех, у кого есть силы вкладываться в изменение этого мира к лучшему. И мне точно не хватило одного слова. Сегодня бы я исправила эту всю презентацию, потому что последним я бы поставила слово доверие. Доверие друг другу, доверие сообществу, доверие государству, доверие науке. Но я твердо убеждена, что когда семья доверяет педагогу, ребенок верит в своего учителя, а учитель верит в своего ученика, мы достигаем гораздо более совершенного мира. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok